Здравствуйте! На канале Заречная программа «Вопросы есть» в студии Елены Степкиной. Я рада приветствовать всех, кто хочет знать ответы в этом выпуске. Какие детские оздоровительные лагеря будут работать в этом году? Куда ветераны Великой Отечественной войны могут обратиться с вопросом о нарушении порядка предоставления льготного медицинского обеспечения? Будут ли в 2015 году зареченцы, пребывающие в запасе, участвовать в военных сборах? Ответы на эти и другие вопросы в ближайшие 10 минут. Оставайтесь с нами. Контролируется ли в Заречном рост цен в магазинах? Практически все продукты питания подорожали. За полгода прибавка на некоторые товары составила несколько десятков рублей. Проводится ли мониторинг цен в торговых точках города? В городе Заречном, так же как и по всей России, сейчас исполняется указ президента Российской Федерации и проводится мониторинг объектов по сетевым магазинам и не сетевым стационарным магазинам. В данный мониторинг входит 40 позиций. Это социально значимые продукты питания, хлеб, овощи, мука, кисломолочные продукты, молоко и так далее, яйца. То есть по этим позициям мониторинг проводится еженедельно и информацию мы направляем в Министерство сельского хозяйства Пенинской области, где она общается по области. И о всех фактах необоснованного повышения мы в соответствии с данной работой обязаны сообщать уполномоченные органы. И данная работа ведется. То есть в мониторинг по Заречному входят вот в этот федеральный 8 магазинов. Сравнивается, как изменилось уровень цен на вот эти 40 позиций за неделю. Где летом смогут отдохнуть юные зареченцы? До самых больших школьных каникул осталось 3 месяца. И родителям стоит заранее позаботиться о том, чтобы их дети провели это время интересно и с пользой. С июня начнут работать детские лагеря, где смогут отдохнуть и оздоровиться зареченские школьники. Летом 2015 года в городе запланирована работа всех лагерей, которые у нас были и в предыдущие годы. Это лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций. Первая и вторая смены и на базе Дворца творчества детей и молодежи третья смена в августе. Это палаточный лагерь 226-й школы военно-патриотический лагерь. Лагерь труда и отдыха в этом году примет больше детей. То есть у нас увеличено до 100 рабочих мест. В июне и в июле по 50 подростков смогут трудоустроиться в этот лагерь и одновременно работать и в свободное время от работы отдыхать. На базе детского оздоровительного лагеря «Звездочка» запланировано 4 смены. Так же как и в прошлом году. Первая смена общая оздоровительная, вторая смена детского движения «Юнзары», третья творческая смена и четвертая спортивная. На базе лагеря «Приморский» в Кабардинке также запланировано 4 смены. В первую смену 130 детей и вторая, третья, четвертая по 170 детей. Так же как и в прошлом году. Единственное изменение у нас коснется лагеря на базе городского санатория-профилактория. Планируется, что в этом году это будет лагерь с дневным пребыванием детей. Но количество детей пока сейчас планируется и рассчитывается на такое же, как и в прошлом году. 340 детей мы планируем, что в этот лагерь у нас за летний период придут, поправят свое здоровье, отдохнут. За лето в детских оздоровительных лагерях Заречного отдохнут около 4 тысяч детей. Путевки на отдых, как и в прошлом году, родители смогут выкупить за две недели до начала смены. Но заявление на получение направления в лагерь нужно оформить заранее. Как организован прием заявлений? Родители должны прийти на базу того учреждения, где располагается лагерь. Если это лагерь с дневным пребыванием в ту школу, где будет проходить лагерь, лагерь «Звездочка», «Приморский», городской санаторий-профилакторий, городской лагерь на базе Дворца творческих детей и молодежи, родители обращаются именно в это учреждение. График приема граждан каждым учреждением вывешен и в учреждениях, и на сайте Департамента образования в разделе «Организации долг». Вся оперативная информация там размещается, и на данный момент есть образцы заявлений, какие документы нужно принести, а это в первую очередь документы, удостоверяющие личность подающего заявления, то есть родителя, копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка, на которого получается путевка, непосредственно само заявление. В лагерях, которые расположены на базе санаторий-профилакторий, это Приморский и городской санаторий-профилакторий, родители заблаговременно должны взять справку о том, что ребенок нуждается вот именно в такой путевке, в этот лагерь. И прием заявлений ведется только при наличии всего пакета документов. Если родители не успели взять справку, то приходить в первый день и стоять в очереди, например, в профилакторе, как это обычно бывает, не стоит, потому что при полном пакете документов только принимается заявление. Будут ли в 2015 году зареченцы, пребывающие в запасе, участвовать в военных сборах? С таким вопросом горожане в последнее время очень часто обращаются к нам в редакцию, беспокоятся о якобы проводимых медицинских комиссиях и формировании отрядов из граждан, находящихся в запасе. Начальник Зареченского отдела военного комиссариата Пензенской области Игорь Ермаков так прокомментировал ситуацию. Нет, конечно, в феврале Верховный Главнокомандующий Российской Федерации, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о сборовой подготовке. Это плановый указ. Он подписывается каждый год в феврале месяце. На основании этого указа будет приказ министра обороны о сборовой подготовке. Город Заречный, именно жителей города Заречный нет в плане сборовой подготовки на 2015 год. Его нет. То есть переживать, волноваться, не нужно, что куда-то кого-то мы будем отправлять. И вообще у нас не ведутся боевые действия на Украине вооруженными силами Российской Федерации. Не надо ничего бояться. По ночам медицинские комиссии мы не проводим. У нас проходит все в дневное время. И в основном сейчас мы занимаемся подготовкой к очередному призыву, который состоится с 1 апреля. Никаких сборах, никаких медицинских обследований наших граждан, пребывающих в запасе, военкомат не занимается. Права ветеранов Великой Отечественной войны под защитой прокуратуры. В Пензенской области инициирована работа по контролю за условиями проживания ветеранов. Любое обращение граждан, которые подарили нам победу, будет рассмотрено. С вопросами, предложениями и жалобами ветеранам Великой Отечественной войны нужно обращаться в прокуратуру. Прокуратура предлагает по 26 февраля текущего года ветеранам Великой Отечественной войны обратиться в прокуратуру по телефону 65 15 23 и высказать какие-то проблемы, которые у них возникли в результате льгот, связанных с лекарством, с проживанием, с льготами вообще, которые им положены как ветеранам Великой Отечественной войны, о непредоставлении жилья, о нарушении в сфере ЖКХ и вообще вопросы, которые возникли. Поэтому ветераны могут смело позвонить по телефону, который я назвал, и обратиться с этими вопросами к помощнику прокурора. По каждому звонку будет проведена проверка и о принятом решении ветеранам будет сообщено или какие-то меры прокурорского реагирования в случае выявления нарушений. На этом очередной выпуск завершен. В следующий раз мы продолжим отвечать на вопросы телезрителей. Задать интересующие вас можно по телефону 60 85 42. Мы ждем ваших звонков ежедневно, кроме выходных, с 9 до 18 часов. Не смогли дозвониться? Оставляйте свое сообщение на сайте телерадиокомпании «Заречный» или отправляйте на электронный адрес, указанный на экране. Пишите, звоните. Вместе мы найдем ответ на любой вопрос. Всего вам доброго. До встречи на канале «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин